Добрый день! С вами автомобильное обозрение и я, Диас Абулкасов. Лично я давно ждал появления на казахстанском рынке нового Subaru Outback. И даже не потому, что у меня было три Subaru, два из которых модели Outback. Просто, по-моему, это лучший кроссовер Subaru, а значит, и один из лучших вседорожников на рынке. Кстати, если у нас новинка уже доступна, то в России появится только ближе к осени. Мы с вами протестируем новый Outback и постараемся понять, насколько же он хорош. А поможет нам в этом переменчивая алматинская погода. Оба этих автомобиля Subaru Outback, но между ними 20 лет разницы. Ребенок, родившийся в 95-м году, когда дебютировал Outback первого поколения, сейчас уже достаточно взрослый человек. Вырос и возмужал и новый Outback, превратившись из лифтованного Legacy Universal в полноценный кроссовер. При длине более 4,8 метра, пятое поколение модели переросло предшественника четвертой генерации на 25 мм в длину, 20 мм в ширину и 10 мм в высоту. Дорожный просвет внушительный 213 мм. Это Subaru, а значит, он оснащается фирменными оппозитными двигателями и симметричной полноприводной трансмиссией. А оппозитников предлагается два, объемом 2,5 и 3,6 литра. Первый мотор имеет 4 цилиндра, развивает 175 сил и расходует 10 литров бензина на 100 км в городе. В активе второго агрегата 6 цилиндров, 260 сил и расход топлива 14,2 литра на 100 км в городском цикле. Оба двигателя сочетаются только с вариатором CVT. В комплектации доступно 4. Среди базового оснащения внимание заслуживает раздельный климат-контроль с фильтром очистки воздуха, аудиосистема с сенсорным дисплеем, Bluetooth hands-free, подогрев передних и задних сидений, боковых зеркал и стеклоочистителей, кнопочный стояночный тормоз, полный набор подушек безопасности, включая airbag для защиты коленей водителя, система стабилизации, система X-Mode, изменяющая настройки силового агрегата и трансмиссии для улучшения проходимости, а также систему помощи при подъеме в гору и при спуске с горы. Из оборудования более дорогих версий отметим камеру заднего вида, кожаный салон, систему мониторинга слепых зон, аудиосистему Harman Kardon с усилителем и 12 динамиками, а также электропривод багажной двери с памятью положения. Ценовая вилка от 36100 долларов до 52500 долларов. Мы тестируем автомобиль во второй комплектации за 38800 долларов. Автомобили Subaru выпускает военно-промышленный концерн Fuji Heavy Industries, поэтому в Subaru не знают, что такое дизайн. Хотя в случае с новым Outback эта шутка уже не так актуальна. Впрочем, для того, чтобы разводить вкусовщину, у нас есть специально обученный человек. Знакомьтесь, арт-директор одной крупной казахстанской компании от автобизнеса Денис Исмамбетов. Здравствуйте, Денис Айратович! Здравствуйте! Ну, как вам в целом дизайн нового Outback? Дизайн нового Outback стал более гармоничным и собранным. Обратите внимание на шестигранную решетку радиатора с серебристыми перекладинами. Также в стандарте идут противотуманные фары с большими блюдцами и новая головная оптика со сообразными светодиодными ходовыми огнями. В боковой части появились новые зеркала на ножке, восходящая поясная линия и мощные рейлинги на крыше. В дизайне кормовой части нет ничего интересного, за исключением задних фонарей, напоминающих переднюю оптику. А как вы оцените дизайн нового Outback по пятибалльной шкале? Дизайн нового Outback я бы оценил в 3,5 балла, потому что это ничем не примечательный автомобиль, каким и должен быть семейный универсал. Спасибо, Денис Айратович, и до новых встреч на наших тестах. Интерьер смотрится солидно. Кому-то он может показаться слишком сдержанным, зато всех порадует высокое качество материалов и сборки. Мягкий пластик, передние панели и металлизированные элементы ничем не уступают таковым в моделях премиум брендов. И внимания к мелочам здесь не меньше. Бардачок, например, имеет крышку с микролифтом и отделку из черного ворсистого материала. Диаметр руля, на мой взгляд, оптимален. Кожаная отделка достаточно цепкая. Рукам и приятно с одной стороны, руки у вас не скользят. Пара моментов, которые смущают, это вот эта нижняя декоративная спица на руле двойная. Она на ощупь хлипковатая. И обилие клавиш. Здесь мы насчитали 16 клавиш. Ну, это явный перебор. Приборы в глубоких колодцах читаются хорошо. Только вот расположенный между ними цветной экранчик мельтешит множество мелких надписей и символов. Рулевая колонка регулируется как по углу наклона, так и по вылету. В принципе, диапазон регулировки достаточный. Сиденье с электрорегулировками. В данной комплектации с кожаной отделкой. Неплохая боковая поддержка. Достаточно цепкая кожа. Почти все на своих местах. В частности, понравилось логичное расположение кнопок подогрева передних сидений в блоке климат-контроля. А вот электронные часы на дисплее микроклимата явно не к месту. Есть огрехи и в логике управления климатом и мультимедиа-системой с крупным сенсорным экраном на центральной консоли. Его графика незатейлива. Зато отклик на нажатие виртуальных кнопок хорош. Объем пространства, увеличившийся по сравнению с предыдущей моделью практически по всем направлениям, хорош как спереди, так и сзади. Мне с моими длинными ногами без проблем удалось усесться самому за собой с приличным запасом перед коленями. Обзорность просто отличная. Большие наружные зеркала в сочетании с неширокими стойками кузова дополняют качественная камера заднего вида. Дверь багажника снабжена такими мощными газовыми упорами, что закрыть ее без приличного усилия невозможно. Может это особенность совсем еще новой машины? Зато с внутренней стороны двери имеется большая удобная ручка, а сам багажный отсек вместителен и не лишен полезных мелочей, таких как, например, крючки для фиксации груза. А больше всего понравилась легкость трансформации. Спинки заднего дивана складываются в пропорции 60 на 40 в одно касание. А вот о ездовых впечатлениях от нового Subaru Outback мы расскажем чуть позже. Дурдомом мы решили назвать рубрику, в которой будем показывать дурные моменты на наших дорогах и предлагать варианты решения проблем. Сегодня мы представим вам топ-3 самых неприятных, на наш взгляд, участков далекое от совершенства дорожной системы южной столицы Казахстана. Третье место нашего хит-парада мы отдаем узкой и заставленной машинами улицы Родостовца, ниже проспекта Абая. Этот участок делает из всех водителей миллиметражистов, что удается далеко не каждому. Поэтому, несмотря на пешеходную скорость, здесь регулярно происходят аварии. На наш взгляд, ситуацию на этом участке поможет исправить введение одностороннего движения. Запрет парковки тоже бы не помешал. Второе место занимают три нерегулируемых перекрестка Близнеца с улицей Жебек-Жалы, улиц Абдулиных, Каирбекова и Борибаева. Здесь бьются часто и сильно, нередко даже с переворотом на крышу. А все потому, что главное тут не Жебек-Жалы, как кажется многим лихачам, а пересекающие ее более узкие улицы. Мы находимся на перекрестке улиц Борибаева и Жебек-Жалы. Это первая проезжая трасса от парка Горького. Поэтому здесь очень оживленное движение. Нет светофора. Мы просили, писали письмо за Макима города или мы, просили поставить здесь светофор. Нам написали в ответе, что денег в бюджете не предусмотрено. А в этом году ситуация не изменилась. Также происходят аварии и до сих пор нет светофора. Как решить проблему на этих перекрестках? Ответ давно очевиден. Установить здесь, если не светофоры, то хотя бы лежачих полицейских. Надеемся, ответственные органы прислушаются к нашему совету и неоднократным просьбам местных жителей. А лидер нашего голя рейтинга – перекресток Муканово-Курмангазы. Если вы проезжали по нему по улице Муканово в северном направлении, то поймете, почему мы к нему так неравнодушны. Прокомментировать проблему трудных перекрестков мы сегодня пригласили известного борца за права всех участников дорожного движения, президента Ассоциации «Общая дорога» Арсена Шакуова. Здравствуйте, Арсен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще у нас ситуация в городе очень сложная. И, допустим, если брать конкретно один перекресток, то мы будем здесь, наверное, чуть неправы. У нас в каждой части района очень много проблем везде. Здесь нужно сначала самим понять, что такое хорошо, что такое плохо и что нам надо. То есть конкретно на этом перекрестке мы знаем, что были проблемы. Сначала здесь был только поворот направо. То есть его потом открыли для проезда вниз по Муканово. И получается так, что когда был поворот направо, в принципе не было каких-то определенных затруднений То есть были, может быть, какие-то аварии, и то по моей практике я не помню Но пробок не было Сейчас же поставили светофор, открыли проезд во все стороны То здесь именно затруднение, короткий срок светофора То есть большой поток автомобилей и получается пробка В час пик это особо вызывает проблем Потому что в сторону тещиного языка, вот именно Жандосова, у нас вечно пробки И вниз, потому что очень плохая пропускная способность у перекрестка Есть смысл, наверное, сделать в центре улицы, которые узкие, односторонними Допустим, карман газы в одну, Калинина в другую сторону Чтобы получить полноценные рядовые парковки для автомобиль с двух сторон И два полноценных ряда в одну сторону То есть это увеличить пропускную способность Поднимить парковочные места, что-то основная проблема, да, в Алмате Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения Люди не знают элементарных норм Такой, что дорога общего пользования, она, ну, общая Она не делится Поэтому прошу всех соблюдать правила дорожного движения Пешеходов, как бы там ни было Какие там светофоры, зебры бы для них не построены То есть сначала посмотреть налево, посмотреть направо И соблюдать элементарные нормы правила дорожного движения Зеленого всем света Слоган Subaru Confidence in motion Или уверенность в движении Есть ли она у водителя нового Outback? Сейчас проверим При малых нагрузках 2,5-литровый оппозитник работает аккуратно и незаметно На 2000 оборотах его практически не слышно А если поддать газа, мотор оживает примерно с 3000 оборотов Обеспечивая ровное и уверенное ускорение Сопровождаемое фирменным субаровским саундтреком Мощности хватает как в городе, так и на трассе Справа на руле есть две кнопки S и I Они переключают режимы системы SI Drive Которая меняет характер работы силового агрегата Впрочем, я особой разницы не ощутил При нажатии на S немного подскакивают обороты Да чуть улучшается отзывчивость Беступенчатый вариатор работает с мотором так слаженно Что о нем и не вспоминаешь В ручном режиме, управляемом четко включающимися подрулевыми лепестками Коробка удерживает выбранную фиксированную передачу Так что эта функция годится для торможения двигателем Система постоянного полного привода здесь Распределяет тягу между передними и задними колесами В соотношении 60 на 40 И мгновенно перераспределяет в зависимости от условий движения Что это значит на практике? Аутбек прет как по рельсам По любым траекториям Особенно эта железобетонная устойчивость Ощущается на высокой скорости Крены при этом небольшие Проверены крутыми виражами Мне нравится подвеска нового аутбека Весьма хорошо настроена Энергоемкость заслуживает похвалы Вот сейчас мы будем проезжать лежачего полицейского Причем я даже особо не сбавляю ход Энергоемкость действительно на высоте И пробить такую подвеску будет сложновато Кому-то может быть она покажется малость жестковатой Но я считаю, что для наших дорог это оптимальный вариант Маневренность для такого длинного автомобиля Неожиданно высокая Аутбек умудряется разворачиваться даже на небольших пятачках В целом управляемость нового аутбека Оставляет приятные впечатления, легкости и удобства Рулевое управление достаточно комфортное Здесь стоит электроусилитель Баранка достаточно легкая В то же время гарантирует неплохую связь с колесами Тормоза не требуют никакого привыкания Шума и виброизоляция на твердую пятерку Автомобиль очень тихий и цельный Ему совсем не надо привыкать Сел и поехал И в этом он остался верен традициям своих предшественников Subaru Outback это автомобиль джинсы Его можно легко одеть куда угодно и с чем угодно А особенно хорошим в роли семейной машины для поездок по делам и на отдых В числе конкурентов Outback, официально представленных в Казахстане Можно назвать Audi A4 Allroad, но это уже премиум сегмент Skoda Octavia Scout, но она ниже классом Mitsubishi Outlander, но это типичный кроссовер Вот и получается, что стопроцентной альтернативы на нашем рынке у Outback просто нет Новый Subaru Outback произвел на нас впечатление универсала с большой буквы Автомобиль для любых целей и направлений В принципе, автомобиль гарантирует своему владельцу оптимальный баланс потребительских качеств Универсальности, отличной устойчивости, комфорта и высокой безопасности Легкой дороги вам и до новых встреч на автообозе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова